И снова здравствуйте! Вы снова на канале Физрук Палыч. И это продолжение серии наших влогов. Только побегали. Сейчас в горячий душ. На улице было минус 15 градусов. Мы побегали. Хилл очень сильно. Да, поэтому сейчас раздеваемся. Горячий душ. Это прежде всего. И потом идем завтракать на кухню. На завтрак, как я уже говорила, я еще не раздета как раз Палыч сейчас пока в душ. Я тут вам немножко покажу. Когда мы уезжали, Палыч поставил кашу. Только почему-то не на столе, а на табуретке стоит. Вот моя скороварочка. Она тут уже... Секрет приготовления Паши от Палыча. Он туда не ложит ни соль, ни сахар, ни молоко, ничего. Просто вода и крупа. Вот, видите? Это ячневая каша. Кажа добавляет себе по вкусу. Да. А потом в тарелочку я себе добавляю либо сливочек, маслица, молочка, ягоды. Могу добавить орехи. Все что угодно. Я люблю от настроения сладкую кашу, либо соленую. Если соленую, добавляю сыр. Тоже вот такая вещь. Я банан добавляю. Да. Ну, то есть, вот небольшие такие лайфхаки. Да. И потом... Потом Палыч на работу едет просто. Ну, а я вам тоже что-нибудь, может, вспомню, еще что-нибудь поснимаю, расскажу. Ну, и вот, собственно, о чем я вам говорила. Вот каша от Палыча. Я сюда уже добавила немного сливочного масла и добавлю вот такие дропсы. Это сахарозаменители с сайта MyProtein. Мне нравятся. Покупаю вот это вот с малиновым вкусом. У меня, конечно, есть малина замороженная, но что-то мне лень вообще идти за ней. Вот дропсы. Сейчас капну несколько капель. Будет сладко, вкусненько. И... Ну, насчет полезности, конечно, не знаю. Но, во всяком случае, съедобно будет. Палыч может вот так безо всего есть. Я так не могу. Ну, 5 капель, думаю, будет достаточно. Так вот, к вопросу о том, для чего мы, в принципе, начали снимать эти влоги. Не для того, чтобы, конечно, заняться каким-то самолюбованием. Нет, мы просто хотим показать, что... Ну, нашу обычную жизнь, без прикрас, так сказать. И показать людям, которым далеко за 40, а может, еще и нет 40, что для того, чтобы что-то начать делать, держать себя в какой-то форме, не обязательно иметь много денег, ходить в тренажерные залы, платить абонементы там. Нет, для этого достаточно просто надеть кроссовки и бежать, скажем так. Или надеть кроссовки и идти для начала. Кстати, вот по поводу бега еще. Зимой бегать я не рекомендую начинать. Ну, не только я, в принципе, вообще не рекомендуется начинать бегать именно зимой. Это уже для таких более продвинутых, скажем, пользователей бега. Вот зимой как раз можно начинать гулять, ходить на природе, просто по городу гулять, делать свои там 10-15 тысяч шагов ежедневно. Касаемо себя я могу сказать, что у меня сменный график работы. Получается, что в тот день, когда я не работаю, работаю я по 12 часов, поэтому, когда рабочий день, у меня практически активность выпадает. А тот день, который я отдыхаю, у меня полностью посвящен активности. То есть это и беговая активность, если бег не получается, обязательно велотренажер у меня дома. Он у меня не выполняет роль вешалки, как у многих. Он постоянно в пользовании, скажем так. Потом обязательно ходьба. Это прям не обсуждается. Хожу я порядка, ну, 18 километров, наверное, получается через день. И поэтому могу себе позволить вечером прям такой очень плотный ужин. Получается, как в течение дня мы практически не едим какие-то перекусы, бутерброды. Ну, вот утром еще каша у нас, там и яичница, когда время есть, то есть позволяет. Можем себе приготовить. Основной прием пищи у нас это ужин. Когда мы уже походили, побегали, все, как раз наступил вечер, мы что-то приготовили. Как правило, это все по-быстрому делается. Чаще всего это какая-нибудь курица в духовке. Если у меня время есть в течение дня, тогда я выделяю такие дни и готовлю еду впрок. Хорошо, что у меня скороварки целы две штуки. Я могу в одной поставить мясо тушить, в другой суп сделать. И мы потом это неделю видим. Понятно, это может и не очень полезно, но это очень удобно. Здесь уже вопрос для каждого решает сам. То есть, ну, мы выглядим так, как мы выглядим. И, конечно, хотелось бы где-то, может, лучше форму. Вот сейчас к Новому году я хочу лучше форму. Я понимаю, что, в принципе, углеводы лучше убрать из рациона, заменить на полезные жиры и белки, но пока не особо как-то получается. В общем, каша у меня уже остыла практически. Приятного мне аппетита и вам тоже. Двигайтесь, самое главное. И оставайтесь на канале, это еще не конец. Палыча мы сейчас проводим на работу и будем заниматься какими-то домашними делами. У меня еще впереди же сегодня по плану ходьба, мы не забыли. Да красивенький, красивенький. В общем, мы с Бонечкой сейчас провожаем Палыча на работу. Да на работу. А, кстати, я посуду не помыл, Надюха помойте. Да. Ну, я вам показывать это не буду. Мне вот эти вещи надо разобрать, потому что там уже постиралась наша спортивная. Я все вывесил. А это уже другие повешены. То снято, а то надо вот, видите, все сложить. Короче, у нас... Напишите, можно что-нибудь придумать? Я уже красавчик, я уже все вывесил, пока Надюха ничем не занималась. Сушилку надо нам какую-то. У меня там, кстати, влог. Уже я на канал его заливаю. Так что скоро-скоро, совсем скоро выйдет. И, и, и... А, еще я сегодня пойду гулять сейчас и посылочку заберу с Алиэкспресс. Мне что-то пришло, я вам обязательно это покажу. Так что оставайтесь, не переключайтесь. Сейчас провожаем Палыча, одеваемся и гулять. Ну вот, как я и говорила, пошла прогуляться. Сегодня в планах пройти 15-17 километров. На улице минус 16 градусов. Это не повод ни в коем случае сидеть дома. Единственное, что я делаю, я всегда во флисовой повязке морозы гуляю. Потому что с моим постоянно обостряющимся бронхитом, это вообще какой-то капец. Если только у меня бронхит, мне никакие народные средства не помогают. Ингаляции, грудной сбор пью всегда. Нет, все равно это все заканчивается приемом антибиотиков. Но если вы знаете какие-то действенные способы лечения бронхита, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это будет полезно не только мне. Потому что я думаю, что те, кто живет в Сибири, очень часто страдают заваливаниями дыхательных путей. Ну и не только в Сибири. А вообще баф универсальная вещь такая. Флисовый именно. Через него и дышится легко. И он не намокает. Даже, ну, когда намокает от дыхания, он не придает дискомфорт. Так как шарфы всякие вязаные. Вот флисовый баф. Вот в дикатлоне, по-моему, там 150 рублей может стоить. Можете приобрести. Ну или так по магазинчикам посмотреть, по спортивным. Универсальная вещь. Хоть на голову, хоть на шею. Ну вот, я пришла с прогулки. Отсутствовала я больше трех часов. Прошла порядка 17 километров где-то. По пути зашла на почту, получила посылочку. Как я вам уже говорила, что обязательно покажу, что будет в ней. Не зашла в фикс прайс, не обошлось, конечно же, без покупок. Но, самое главное, я зверски голодная, потому что на протяжении этих трех часов у меня во рту не было даже воды. Поэтому, вот только я пришла, успела переодеться, Обязательно наливаю большую кружку, пол-литровая бульонница, воды, выпиваю ее. Потому что на морозе пить холодную воду как-то не камильфо было, я с собой не взяла. А чай просто забыла заварить. Ну, как забыла, не успела, торопилась. Ну, вот теперь можно двигаться дальше. Поскольку я зверски голодная и готова съесть все, что не приколочено, А есть особо-то нечего, потому что ничего еще не изготовлено, не приготовлено. Поэтому, на этот случай всегда в холодильнике есть яйца, Но в данный момент омлет я просто не хочу. Ни яичницу, ни омлет, ни охота что-то вкусного, сладкого. Вы же видели, что завтрак у меня был такой, ну, кашка. И все. Поэтому аппетит у меня просто вовчий. И чтобы не накидать, что попало, у меня на этот счет всегда припасены орехи. Любые. Арахис, миндаль, кешью, смесь. Чаще всего я делаю смесь. Сейчас достану. В холодильнике вот принеса у меня. Я беру горшкочку орехов. Порядка сорока грамм получается вот здесь. Я уже просто знаю, какое количество. 40 грамм это порядка 250 г калорий. И пока, допустим, я делаю себе либо кофе, либо какао. Я люблю прикис мороза, а на улице мороз у нас обещают до минус 40 градусов. Поэтому холодает и холодает. Сейчас уже ближе к 20 подкатывается и сильный ветер. Поэтому я действительно замерзла. Хочу выпить горячий какао с какой-нибудь вкусняшкой. И пока это все будет вариться, я вот так по орешке и есть. А, вкусняшка у меня... Нет, не эта. Это Сережина вкусняшка. Моя вкусняшка вот она. Вот, видите? Вот она моя вкусняшка. Овсяное печенье. Ну, либо могу съесть тост. Но тост с сыром я что-то не хочу. Скорее всего, сейчас сделаю себе... Сварю какао. Кофе тоже неохота. Горячее какао. Варю в микроволновочке. Ничего тут сверхъестественного. И с парой-тройкой, может, даже 4-5 пучинюшек. Это все съем. По калорийности это, конечно, будет бомба. Но с учетом того, сколько калорий я сегодня потратила, мне нормально. И еще вечером меня ждет плотный ужин в виде мяса курицы с салатом. Может, с овощами. Не знаю, еще не придумала. Меня еще ждет, вон, видите, полная раковина посуды. Просто полная раковина, потому что ее я тоже не успела вымыть до того, как пошла гулять. Ну, и раз уже, вот тут у меня пока все есть. А, вот, кстати, часы положила сюда, думаю, чтобы не забыть вам. Чтобы не быть голословной. Это мой пульсометр, с которым я бегаю. Сегодня специально надела, чтобы посмотреть активность свою. Вот на пробежку и на прогулку. Вот, если вам видно, не знаю, видно, нет, насколько выполнен мой день. Вот, в процентах это 391%. То есть, в принципе, я могу теперь 3,5 дня лежать на диване и ничего не делать. Но, кто со мной давно, тот знает, что это не совсем моя самая большая активность. Бывает и за 500 у меня активность. Вот, сожгла я калории уже 2264. Ну, это все относительно, конечно, но, во всяком случае, могу пожрать, что называется, от души. И шагов у меня 30403 шага. Это с учетом пробежки он шаги считает. Поэтому, есть так есть. Печенье. Поэтому я ем все. Вы смотрите по своей активности. Если, допустим, передо мной стоит выбор. Вот пирожное. И съесть это пирожное. И побегать, походить. Либо не есть и полежать на диване. Я лучше съем, получу кайф. И побегаю, получу кайф. Вот в чем разница. Поэтому тут, смотрите, это все сугубо индивидуально. Если вы не хотите шевелиться, можете лежать, ничего не есть. Ограничить себя во всем. Сидеть чисто на ПП. Не есть печенье. Не есть орехи. Потому что тут тоже куча калорий. Ну, короче, что-то я разошлась. Видимо, голодная. Сейчас сразу покажу свои покупочки с фикс прайс. Голодной заходить в фикс прайс, это вообще нельзя. Ну, вот это к голоду не имеет отношения. Это коврик для посуды. 99 рублей стоит. Я не знаю, зачем он мне нужен. Потому что, ну, посуду вот сушим, сразу ставим туда. Ну, иногда, когда стаканы, кружки, думаю, буду стелить. И сушить. Размерчик у него 38 на 50. Пошли дальше. Пастила. Пастила дешевая, 27,50. Кстати, неплохой состав. Пастила Тимоша. Ну, здесь чистый сахар, могу я вам сказать. Жира 0%. Гирлянду купила еще вот 100 рублей. В преддверии Нового года, пожалуйста. 4,2 метра 50. Лампочек маленьких. Видно вам. Есть еще такой теплый желтый цвет, как у меня на шторах. Но я взяла тоже цветную на елочку. Просто одну мы уже брали. И она коротковата оказалась. Хочется побольше цвета, чтобы было. Дальше, куда же в новогоднюю тематику. У меня вот такие три свечки. По 55 рублей. Запах нежный хлопок. Свеча 60 на 80 миллиметров. Ой, пахнет очень нежно. Нежный, еле уловимый. Вот, видите. Видно вам. Взяла именно белые и три. Подсвечников, к сожалению, именно вот под эти свечки не было. У меня есть один, но этого мало. Но хочу, люблю, когда свечи будут зажигать. Люблю, кстати, ванну принимать, свечи зажечь в весне. Арашисовая смесь с брустами. Вот эту штуку я просто обожаю. Стоит 55 рублей. Калорий в ней. Страшно сказать сколько. 571 калория на 100 грамм. В пакетике 300 грамм. Могу съесть, ну, 2 третих пакета точно за раз. Легко причем. Вот сейчас я точно могу это съесть. Но не буду. Ну и, конечно, самая главная покупка. Это кабачковая икра. Чисто для Сережи. Вот. 55 рублей. Изумительный состав. Что тут у нас? Кабачки, морковь, лук, масло подсолнечное, томатная паста, соль, сахар, укроп сушеный, перец черный молотый, перец душистый молотый. Все. Ничего нет. По калорийности 95 калорий на 100 грамм. Ну, то есть вообще тут. В принципе, можно вместо картофельного пюре есть. Тоже, кстати. Ну, может, жирновато быть. Не знаю. Сережа на тосты всегда ест. Я делала свою икру. Он ее не ест. Теперь ем ее я. Ну, вот и все. Покупочка не закончила. Сейчас, значит, я быстро перекусываю. Варю себе какао. Показывать уже это ничего не буду. Мою посуду. И приступаю к приготовлению ужина. Да, совсем забыла. Я же вам обещала посылочку показать с Алиэкспресс, что мне пришло. Я уже ее тут вскрыла, но еще не заглядывала. А туша-то мне пришла. На распродаже 11.11 брала. Вот, пожалуйста. Две штучки. Ну, кстати, 360 рублей, по-моему, обе стоят. За две. Каждая по 180. Срок годности хороший. Еще до 2023 ноября. Ничего не могу сказать, но я раньше брала туши. Не этой фирмы, правда. Нормально. Мне нравится, что она не размазывается, а снимается как кусочками такими. Пленочкой. Под теплой водичкой просто и все. Фирма такая. Ну, вроде как по отзывам нормальная должна быть. Ну, посмотрим. Я вам, если что, скажу как. А коврик, как оказалось, действительно классная вещь. Смотрите, я тут мыла посуду. Обычно я когда мыю посуду, мне приходится вот так открывать шкаф. И сюда сразу вот так вот все складывать. Это не очень удобно. Мне-то с моим ростом еще ничего. А у Палыча получалось, что вот это закрыто, естественно, потому что у него рост-то вот такой вот. И он всю эту посуду вот сюда складывал. Складывал, это все текло. Вон там, вот у нас, видите, столешница прогнила. Все вам показываю. А теперь, смотрите, замечательно. Она вот здесь подсохнет буквально 10 минут. И все. И я ее сюда сложу, стаканчики сюда, вернее, кружечки, стаканчики в шкаф уберу. Все замечательно. Короче, как оказалось, это мастхэп для меня. На ужин у меня будет курица, которую я купила на днях в Окее. Просто запеку ее в духовке с майонезом, с хмели-сунели. Ну, в общем, я вам покажу, наверное. Ну, я тут между делом навожу порядок в ванной, подтираю полы по квартире. И у меня старая чугунная ванна. У нас хрущевка. Поэтому оттирать я ее буду. Видите, она грязная. Вот такой меламиновой губкой. Сейчас попробуем. Я вообще оттирала раньше ей. Мне нравилось. Я уже не помню принцип действия. Ну, да, конечно, она оттирает. Но приходится изрядно постараться. Даже вода джип черненькая, видно. Но усилие прилагать все-таки надо. Может, если бы она совсем у меня грязная была, было бы заметнее. Ну, вот так. Не скажу, что прям супер-супер. Ну, вот когда сильная грязь, я ей пробовала. Мне понравилось. Она даже лучше, чем все чистящие на основе хлора. Очищала. Правда, не знаю, из чего она состоит. Видите, она стирается. Как раз, наверное, на раз и хватит этой губки почистить ванную комнату. Ну, вот такие вот ржавые потеки она не уберет. Это я точно знаю. Ну, они стали посветлее, видите. Все, сейчас заканчиваю и приступаю к приготовлению ужина. Ну, что, приступаем к приготовлению ужина. На ужин у нас будет курица запеченная. Курица-гриль. Для приготовления нам нужна непосредственно сама курица. Секрет в чем? Курицу мы режем не по грудке. Мы ее будем делать целиком. Это, во-первых. И разрезать не по грудке, как обычно все это делают, а по спинке, вдоль спинки, вот так делаем разрез. Это для того, чтобы грудка наша осталась сочной. Это вам такой секретик, я вам скажу. То есть нужен хороший нож, сила. Желательно мужчина в доме. Палыч на работе сейчас, но скоро придет. Надо, чтобы курица успела приготовиться. Ну, курицу мы, соответственно, помыли. Об этом я уже не говорю. Мы ее разрезали, переворачиваем. И теперь ей надо сломать грудину. Как это делается? Мы берем вот так и нажимаем. О, слышали? Хрясь. Все, грудина сломана. И она уже будет вот так вот лежать на противне, грудкой внутрь. И уже не будет никуда сворачиваться, переворачиваться. Можно заправить крылышки. Делаются надрезики здесь, и крылышки туда вставляются. Но я люблю вот эти вот места. Прямо так погрызть, чтобы они запеченные и хорошо были. Значит, специи любые. Карри подходит идеально. Палыч любит хмели-сунели. Вот у меня целая банка в ОКЕЕ когда-то купила, теперь расходую. Посыпаем с обеих сторон хорошо. Не жалеем. Я не солю. Здесь конкретно соли нет. Бывают специи, где есть соль. Смотрите, здесь на ваш вкус. Я предпочитаю потом лучше какой-нибудь соус макнуть еще. То есть я не жалею приправы. Делаю внутрь. Снаружи также натираю. Никакой экономии, короче, здесь по поводу приправы нет. Чем больше, тем вкуснее. Сразу майонез. Вот еще второй секрет. Майонеза совсем немного. Меньше столовой ложки. Вот прям чуть-чуть капнули. Все. Вот этого достаточно. Тут буквально вот чайная ложка, наверное. И все это вот со специями, с любовью. Хорошо курочку натираем. Натираем так же с обеих сторон. Ну, с этой стороны не сильно я как бы. Там уже специями натерта. А здесь майонезиком все массируем. Чем лучше мы промассируем, тем красивее она запечется. Вот мы ее всю промассировали. Теперь мы ее перекладываем на противень. Сегодня я буду запекать ее одну. Но обычно, если есть картошка в доме, у меня ее просто не оказалось. Туда идет картошка. Я ее также в специях делаю. В майонезике. Прям целиком раскладываю вокруг курочки. И весь тот жир, который вытапливается с курочки, он вот так картошечку эту пропитывает. Там же можно баклажаны, морковка, капуста, кабачок. В общем, крупными кусками просто все нарезали и положили. Так, сейчас я возьму противень. Вот у меня противень. Я его ничем не застилаю. Вот так перекладываю курочку. В духовке выставляю, у меня духовка Ханса с конвекцией и грилем. Выставляю смешанный тип, конвекция плюс гриль и температура максимум 250 градусов. То есть сразу ставлю на максимум, чтобы образовалась корочка. Первые 15-20 минут точно 250 градусов будет. Потом я, может, до 220 уменьшу. Посмотрю, как будет. Если сильно гореть, то сделаю поменьше. Если нет, то, в общем, надо следить. Общее время приготовления порядка 45-50 минут. Вот этой целиковой курицы составит. Все, включаем плиту, ставим. И немножко можно заняться какими-то другими делами. Например, вам подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Ну и еще нескольким можно заодно. Ну, а я пойду, загружу, наверное, какой-нибудь видосик на YouTube, чтобы было вам что посмотреть. А, я же совсем забыла вам сказать. На гарнир у меня будет салат из белокочанной капусты, либо с горошком, либо с кукурузой. Я еще не решила. Спрошу у Палыча, что хочет он. И, естественно, либо со сметаной, либо с майонезом, либо с маслом растительным. Тоже еще не решила. Уже дождусь его и вместе порешаем. Салат покрошить недолго. Ну, вот теперь точно все. На этом, пожалуй, разрешите откланяться. Видео получилось очень длинным. Наверное, никогда я не научусь снимать короткие видео. Готовый обед уже показывать не буду. Ужин, вернее. И так все понятно. У нас белки, жиры – это мясо. Клетчатка – это салат, капуста. И все будет прекрасно, если мы это не заедим шоколадом. Палыч-то точно не заедет. А я могу, вы меня знаете. Все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосиков. Я для вас стараюсь. Да не я, а мы с Палычем для вас стараемся. Мы вас любим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok